Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение псалмов царя Давида Господи, помяни царя Давида и всю кротость его И сегодня мы будем читать 48-й псалом Данный псалом не содержит в себе таких указаний, которые бы давали возможность довольно точно определить время написания этого псалма По общему единогласному надписанию Библии, еврейской, греческой, латинской, писателем были сыны Кореевы В греческой Библии в надписании есть указание имени Давида Что может показывать связь содержания этого псалма с эпохой Давида? Есть разные предположения, в каком контексте возник этот псалом Но достаточно определенных решений мы не обнаруживаем Итак, надписание этого псалма по тексту септуагенти Наконец, то есть в этом псалме содержится пророчество Сынам Кореевым, то есть обращенно Вот это надписание, сынам Кореевым, то есть это не есть как бы псалом самих сынов Кореевых Поэтому автором в этом случае подразумевается Давид В еврейском тоже нету как бы указания на причину написания этого псалма Управителю, то есть управителю хора, оркестра Для сынов Караха, псалом Но здесь тоже вот в дательной такой форме для сынов Караха Псалом начинается словами Услышьте сие все народы, внемлите все живущие во вселенной Надо сказать, что библейское откровение Ветхого Завета В большей части есть завет диалога Бога с еврейским народом И через него уже как бы посредственно Это как бы весть, обращенная к другим народам А вот таких текстов, которые были бы обращены ко всем народам, племенам во вселенной Их достаточно мало И вот этот псалом имеет такое надписание Услышьте сие все народы, внемлите все живущие во вселенной С еврейского дословный перевод будет такой Услышьте это все народы, внемлите все обитатели бренного Имеется ввиду бренного мира, мира людей прежде всего Потому что из брения, то есть из праха земного, смешанного с водою По пониманию древних людей и был создан первый человек Адам Услышьте сие все народы, внемлите все живущие во вселенной Земнородные и сыны человеческие А какая разница? Земнородные — это, получится, незнатные рода Простые, худородные Такое объяснение предлагают Василий Великий и Афанасий Великий То есть земнородные, а также и по-славянски Земнородние же и сынови человечестве То есть земнородные — это люди земли, черн И сыны человеческие, а вот сыны человеческие имеются в виду люди знатные А люди знатные То есть этот текст как бы обращается и простые, и знатные Земнородные сыны человеческие Богатые вместе с убогим Вот как бы расшифровка идет Богатые — это сын человеческий Убогие — это люди земли МХА Рец — люди земли Уста мои изрекут премудрость и размышления сердца моего ведения Здесь, конечно, сразу возникает вопрос А в чем же заключается разница между премудростью и ведением? Прежде чем мы ответим на этот вопрос Давайте посмотрим, как это будет звучать с еврейского текста Мои уста изрекут мудрые И помысел моего сердца разумные И помысел моего сердца разумные То есть речь идет о движении мысли И о чувственном движении сердца Поэтому здесь сказано Уста мои изрекут премудрость И размышления сердца моего Мир чувств ведения Склоню к притче ухо мое Открою в псалтыре загадку мою Склоню не свое ухо, а ухо слушающих к притче Склоню к притче ухо мое Имеется в виду те, которые будут слушать этот псалом Я им предлагаю некую притчу Но это выглядит так, как будто я вопросы задаю от своего имени Поэтому склоню к притче ухо мое Открою в псалтыре загадку мою То есть он на самом деле ее задает другим людям Но как бы от своего имени Зачем бояться мне в день бедственный Беззаконие ноги моей окружит меня тогда И давайте посмотрим, как это звучит на славянском Вскую боюсь я в день лют Беззаконие пяты стопы Мой я обыдет мя Что значит беззаконие ноги? Как уже есть беззаконие у ноги, тем более у пяты Это имеются в виду те пути, по которым мы ходим И в зависимости от того, куда мы ходим Может обнаружиться наше беззаконие Если мы ходим пред Богом Как сказано о праведных людях О таких, как Ной, Авраам, Енох Они вот ходили пред Богом То это обнаруживает праведность людей Беззаконие ноги мои окружит меня тогда То есть в день суда Это толкование Василия Великого, Златоуста, Феодорида, Зигабена Они тут единятся То есть тогда день суда, который страшен Потому что грехи и беззаконие Все явятся пред Богом и человеком И потребуют ответа от последнего То есть от человека пред Богом И далее мы читаем Он, надеющийся на силу свою И множество богатства своего Хвалящиеся Брат не избавит Избавит ли вообще человек Не даст он Богу выкупа за себя То есть в день суда Один человек не может помочь другому человеку В этой жизни мы можем пособить человеку Обратиться к Богу Дать ему хорошую книгу почитать Привезти к нему в дом священнослужителя Чтобы с ним побеседовали Или его пригласить в храм А там брат не избавит Избавит ли вообще человек Не даст он Богу выкупа за себя Вот так перевод по саптуагенте Юнгерова И цены искупления души своей То есть человек не может дать Цены искупления души своей Хотя бы он и трудился вечно А почему если я буду трудиться вечно Я все равно не могу дать Цены искупления души своей А потому что спасение Предлагается вечное спасение Если кто-то думает Что спасение дается нам за подвиги Которые мы совершаем на земле Тут очень серьезно ошибается Большую часть своей жизни Человек проводит во сне Или сон Плюс ничего не делания Плюс лежание на диване Смотрение в потолок Плюс за столом Сидит что-то жует Плюс у телевизора Плюс пустые разговоры Хорошо если за всю жизнь наберется Там 3-4 года молитв Участие наше Богослужение А добротолюбие начинается с чего Сказано Да даже если все сто лет своей жизни Ты не ешь, не пьешь, не спишь Делаешь только божьи дела Ну и что ты заслужишь Сто лет в раю А тебе вечно издается Даже если ты вечно будешь трудиться За эту вечность У тебя ничего не получится И вот такой перевод по саптуагенте 9 стих 48-го псалма И цены искупления души своей То есть не сможешь дать Хотя бы он, человек, трудился вечно Будет ли жить до конца Не увидит погибели Это вопрошание идет Будет ли жить до конца Не увидит ли погибели Ибо он видит, что мудрые умирают И одинаково с ними Безумные и неразумные Погибают и оставляют чужим Богатство свое То есть человек не видит Как бы собственного конца С одной стороны И большая часть людей Не увидит конца этого мира То есть каждый умирает В определенное время И гроба их Жилища их Навеки То есть В общем-то Значительную часть времени Придется Лежать под землею Меня иногда спрашивают Когда конец света Я говорю Ну еще может быть лет 500 пройдет Так что належимся В земле А Когда будет конец света Тогда, конечно, все воскреснем И гроба их Жилища их навек Обиталища их В рот и рот Хотя и нарекли они Имена свои На землях Что значит На землях они Нарекли имена свои Ну вот был город Сталинград Названный в честь Сталина Переименовали, правда Город там Калининград В честь Калинина То есть Люди называли Земли Своими именами Но они сами Давно уже Лежат в могилах И Значительная часть людей Уже Долго лежат В могилах Уже тысячелетиями Люди лежат В могилах И ожидают Дня воскресения Далее говорится Но человек Будучи в чести Не уразумел Сего Что значит Он Не уразумел Сего Имеется ввиду То есть Он Не познал То есть Человек Который в чести Его все уважают Его все почитают Он вот Через это почитание Через это уважение К себе Не видит Что он все-таки Прах Прах Ты и в прах Возвратишься Есть опасность Когда человек Превозносит Его все прославляют Он как бы Не видит Реальной картины Но человек Будучи в чести Не уразумел Сего Сравнялся С немысленным Скотом И уподобился им Почему Он сравнялся Со скотом Потому что Скот Существует Ради существования И человек Который не задумывается О вечности Он подобен Скоту Он живет Потому что Жизненный процесс Там надо Отправлять Как бы Естественные Какие-то потребности Надо там Есть Пить Там и так далее Так и животные Они живут Ради самого этого Жизненного процесса Но у животных Нет бессмертной души А у человека Есть бессмертная душа И тот Который В особой чести У людей Он может И не Уразуметься Потому что Его все Превозносят И он Начинает Выглядеть Важным И в своих Собственных Глазах Как Там Правители Были Нашей страны Особенно Четырнадцатый Социальные Пирамиды Ну а Что это Им даст Когда они Окажутся В земле В могиле Как овцы В аду Они положены То есть Они уже Как бы Предназначены Для ада Смерть Будет Пасти Их То есть Они как овцы В аду И смерть Как смерть Может Пасти У пастуха Есть жезл А смерть Скосою Будет Их Вот так Вот Пасти И Праведные Скоро Будут Владычествовать Над ними Что значит Праведные Скоро Будут Владычествовать Над ними Залтаус Говорит Вскоре И быстро Праведные Будут Владычествовать Над ними Имеется Ввиду Что Когда Христос Уничтожит Все Лукавые Системы Политического Правления И установит Теократические Принципы На земле Тогда Действительно Праведные Будут Владычествовать В день Суда И это Прежде всего Будут Апостолы 12 апостолов Которые Будут Судить Людей Вместе Со Христом И даже Ангелов Будут Судить Святые Апостолы Поэтому Под Праведными Которые Будут Владычествовать Прежде всего В день Суда Надо Понимать Апостолов А Помощь Им Истащиться В аду И Славы Своей Они Незринуты Что Это За Помощь Истащиться В аду То есть В аду С них Вся Слава Слетит Это И Означает Истащиться В аду Но То Что С них Слетит Вся Слава Это Им Уже Не Поможет И Славы Своей Они Незринуты То есть Никто Уже Не Будет Почитать Их Смотреть На них С каким-то Восторгом Пететом Но Мою Душу Бог Избавит От Власти Ада Когда Примет Меня Вот В этих Словах 16 стиха Павание На помощь От Бога Господь Избавит От Власти Ада Душу Псалмопевца Когда Господь Христос Сойдет В ад И Выведет Из ада Души Ветхозаветных Праведных Которые Ожидали Пришествия Христа В ад Посему Не бойся Когда Разбогатеет Человек Или Когда Увеличится Слава Дома Его То есть Не надо Всерьез Воспринимать Этих Людей Этот Разбогател Этот Прославился А почему Ибо При смерти Он То есть Такой Человек Такой Человек Ничего Не возьмет И Не сойдет Слава Его А Слава Что это Такое Это Мишура Которая Вешается На Новогоднюю Ёлку Что Так Блестело Со стороны А На 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 Дальше Ничего Не стоит В Газах Буга Хотя Душа Его При жизни Его Будет Прославляема И Даже Признательно Тебе Когда оказываешь ему добро Но он пойдет к роду отцов своих Вовек не увидит света То есть в этой жизни он не видел подлинного света Он восхищался рампами, которые огнерампы освещали его Сам любовался И в той жизни будет тоже во мраке Потому что только свет Христов просвещает нас И только в его свете мы можем созерцать свет в вечной жизни Во свете его узрим свет И человек, будучи в чести, неуразумел Сравнялся с немыслимыми скотами и уподобился им То есть он живет ради самих физиологических процессов этой жизни И чем он отличается от бочка, от коровы, от овцы неразумной Чем? Господь дал тебе бессмертную душу А ты не думаешь о бессмертной душе своей Ты больше заботишься о своем теле Таким образом, в этом псалме Мы видим такие очень интересные рассуждения Об относительности человеческой славы Об относительности человеческого величия И о значимости подлинной религиозности Которая наполняет смыслом и нашу жизнь здесь И страдания, которые мы здесь переживаем Подлинная религиозность наполняет смыслом И саму смерть, которая нас всех ожидает И там, где неверующие видят небытие и мрак Мы видим Христа и свет святого Евангелия Субтитры создавал DimaTorzok